Для категории номера стандарт двухместное развлечения, для трех звезд в номере имеется холодильник. А еще шкаф, удобная кровать, телевизор и так далее, как говорят в этом мини-отеле, который, кстати, находится в центре города и в пяти минутах от пляжа. Здесь постарались сделать даже экономные номера удобными и комфортными. А вот цены по сравнению с прошлым годом не поменяли. На двоих в день в июне проживание, правда, без питания здесь обойдется в 3100 рублей. Уровень бронирования к началу курортного сезона здесь составляет уже 80%. Аналогичная ситуация по резервированию мест и в больших отельных комплексах Сочи, при том, что цены в них чуть выше. Причиной считают отельеры прежде всего в улучшении качества сервиса и расширении списка услуг, которые уже включены в стоимость. Мы делаем так, чтобы человеку было интересно в одном месте получить все. Здесь у нас, начиная от шикарного пляжа, кончая спа-центры, спа-салоны у нас, плавательные бассейны с морской водой, 50-метровые, уличные бассейны. Спортивные у нас очень хорошие, шикарные корты, открытые, закрытые, два зала есть. Кстати, некоторые отели в Сочи, чтобы разнообразить отдых гостей, создают помимо традиционных зон отдыха и лечебно-оздоровительные базы. Спрос на эти услуги среди курортников отмечают отельеры высокие. Москвичка Жанна Тютина до прошлого года отдыхала в основном на зарубежных курортах. В 2016-м уже второй раз приезжает в Сочи. Выигрывает во всем. И цена, и качество. Сервис гораздо улучшился, поэтому, соответственно, выбор делается в сторону Сочи. Кстати, ценовая политика – это главное, что изменили в Сочи в этом году. Разговоры о том, что из-за закрытия ряда зарубежных направлений и сложной экономической обстановки в стране курорт станет не по карману россиянам, считают в турфирмах, оказалось не больше, чем паникой. Кстати, люкс-номера в этом году в Амеретинской низменности Сочи расходятся, как горячие пирожки, отмечают отельеры. Закрыт у нас уже июль, август и сентябрь. На июнь еще у нас открытые даты есть. Но, тем не менее, мы все равно готовы предложить гостям и на остальные даты все равно интересные предложения. Рекордный спрос, кстати, впервые за все время в летний сезон и на номерах в краснополянских отелях. Российский турист распробовал все плюсы отдыха в горах. Немало и иностранных гостей. Американец Мартин Дудзяк признался, что Сочи открыл для себя совсем в другом свете. По его мнению, это уникальное место, где можно совмещать работу и отдых. Это большой сюрприз, потому что я получал серьезную энергию. Я получал новую жизнь, тело, сердце, ум и душа. Серьезно. В Красной Поляне летом для гостей и отдых на берегу горного озера и прогулки по склонам. Чистый лесной воздух, десятки зон активности для тех, кто пожелает позагорать у моря. А на пляже Эмеретинской низменности гостей будут возить бесплатно. Наши отели на июнь и июль уже на данный момент заполнены на 60%. А мы, в свою очередь, учитывая пожелания гостей прошлого летнего сезона, разработали специальное предложение, включающее пансион и полупансион со шведским столом, которое, уверен, очень понравится нашим гостям. Кстати, отдых в Красной Поляне летом дешевле, чем на побережье. И так, в трехзвездном отеле проживание на двоих в номере стандарт обойдется в средних 3000 рублей. Одним словом, сегодня в Сочи постарались создать условия для отдыха на любой вкус и кошелек. Остался на курорте и любимый многими россиянами так называемый отдых дикарем. Кемпинги и мотели для романтиков почти у самой кромки Черного моря по ценам не выше 300 рублей за парковочное место уже открыты. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ»